Это очень интересное животное, и с ним действительно интересно. Они легко обучаются, какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки. То есть с ними интересно заниматься именно, но тратится на это очень много времени. Это огромный шаг. Собака сделалась такой, вернее волк превратился вот в собаку в течение нескольких десятков тысяч лет. 12-13 тысяч лет исчисляют возраст домашней собаки. А мы это сделали за десятки лет. Не за тысячелетия, а за десятки лет получили таких уникальных животных. Как вы знаете, 60 поколений уже таких лисиц. Так вот отбор и превратил агрессивно трусливых лисиц в таких же дружелюбных, как собака. Лиса, это животное, которое из дикой природы, все-таки большей частью ночной образ жизни. То есть она производит очень много шубы, особенно ночью, но и днем в том числе. То есть нужно постоянно двигаться, что-то скрести, что-то грызть. И если это в квартире происходит, то страдают, конечно, соседи. То есть нужна дополнительная звукоизоляция. Иди сюда, Инари. Пойдем. У нас, наверное, ушло где-то около двух лет, чтобы можно было нормально выйти погулять, оставить его дома одного, не бояться за какие-то вещи и все остальное. Это надо прямо заниматься только лисой. И если у вас есть время, много свободного времени, то да, можно этим заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok